ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Свою волю высказать, а не своего работодателя. Единственное, что я бы хотел добавить. Я думаю, что президент наш старый победит в этих выборах, как и всегда. Вы поддерживаете его? Конечно, полностью. Можете рассказать поподробнее, за что вы его поддерживаете? Ну как, ну что? Во-первых, если взять, что было в 99-м году при развале в Советском Союзе, и как он принял в Россию в 2000-м году, то что он поднял Россию с колен, можно так сказать. Некоторые сейчас подумают, что Путин сделал это, это. Так ну в общем, посмотрите, что он сделал. Вот так можно сказать. Здравствуйте, не дадите нам пару комментариев насчет выборов? Нет, нет. Ну а что вы еще думаете про это? Мы не знаем. Мы не знаем. Не будете голосовать? Придется все равно. В смысле придется? Так выбора нет, голосовать все равно надо. Нет, в смысле это же добровольное. Да? А я думал нет. Я думал это принудительно. Нет, голосовать это не принудительно. Тогда ни за кого не будем голосовать. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к выборам в этом году? Здравствуйте. Отношусь нормально, участвовать не собираюсь. Вы почему не хотите участвовать? Да не знаю. Мне кажется, и так все очевидно. А если бы были, предположим, идеально честные выборы, прям вообще прозрачные, то за кого бы вы проголосовали? Это у кого была бы самая лучшая программа. Ну а сейчас есть такие люди в вашем, как вам приходят? Нет. Ну я считаю, что это важно. Каждый человек должен прийти проголосовать и сделать свой выбор. Ну либо испортить бюллетень, если ты когда-то не разговариваешь. А может поделитесь, за кого вы сегодня голосовали? За Дованкова. А почему именно за Дованкова? Ну... Если так можно выразиться, это единственный кандидат, за которого можно в нынешней ситуации отдать голос. Ну вы думаете, что выборы могут что-то изменить, да? Нет. Почему тогда? Почему я голосую? Ну я считаю, что если есть возможность, то нужно максимально усложнить жизнь людям, которые, собственно, заинтересованы в том, чтобы выборы не были частными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!